Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Илья. Спасибо большое, что вы смотрите мой блог, влог, короче, видосы. Практически на каждый заходите, комментируете, ставите оценки. Безумно приятно, что за мной наблюдает, я не знаю, весь мир на этой земле. Конечно, спасибо вам большое, прям обожаю вас. Сегодня хочу рассказать вам тему, почему я обожаю Android. Потому что все вы знаете, что я вот неделю назад только перешел с iPhone, которым пользовался последние сколько-то, два-два с половиной года, на Android. И я прям, ммм, красота. Потому что на Android есть вот одна фишка, которая прям просто обожаю. Сегодня я вам про нее расскажу. Досмотрит до конца, красавчики. И переходите, смотрите, у меня еще на канале куча других видео. У меня, блин, на канале 2800 видео. Так что 10 лет уже снимаю. Все, короче, погнали. То есть мне еще не надоело снимать тебя? Нет. Я знаю, ты просил задать другой вопрос. Я не прошу ничего задать, это постанова. Нет, не надоело. Это, знаешь, я сам прошу тебя задавать не вопрос, чтобы я отвечал. Ну да. Нет, не надоело, потому что мне нравится, когда, знаешь, ты постоянно чем-то занимаешься, постоянно столько идей, прям конвейер-видео, когда вечером монтаж, завтра выпуск, все, надо заодно что-то делать, баба-баба-баба-баба. Пусть мне надо влог снять, плюс еще про Galaxy Bats. Ты ворота-то открыл? Нет. Спасибо, что поснимал. Нет, а ты мой штатив. Таш, нормально. Вырубай. Вырубай. У нас сегодня в гостях... Ой, извини, подожди. У нас сегодня в гостях краснодарская курочка. Краснодарская цыпа. Зернового форма. Слушай. Ну, как всегда, прямой эфир. Джейми Оливер так не делает. Дорогая? Нет, нет, нет. Чего нет? Мясо никогда не споласкивают. Не споласкивают. То есть вот это вот... Да. Ну, окей. Вот у тебя есть салфетки, салфетки не протирают. Болчаливая готова. Чего ты все снимаешь? Я снимаю и буду. Ты потом ускоришь. Смотришь просто тупо соль и тупо ничего больше. Вот тупо соль и только не грей угольный. Больше ничего не нужно. И даже курица не нужно. Будет вкусно, а не курица нужна. Все, вечером покажем. Почва у нас появилась. Поль такие штуки нашла. Прикольно. Ну, это кроксы с перчиками. Офигеть, они здоровенные. Тут вообще написано, что это... Короче, 48-49 размер. Ну, в принципе, я померил нормально. Потому что они так внешне вроде здоровенные. Но на лето, мне кажется, вообще будет идеально. С перчиками. Мои первые кроксы. Брыкашки. Здоровенные. Вот так, мне кажется, получался. Хорей прикольно будет. Как вам дизайн? Тун-тун. Еще сбоку заценим. Еще шлепочки себе заказал. Хаваяносы. Ну, вот такие хаваяносы. Сейчас я уже приду. Конечно, такие вот красно-синие. Потому что у меня сейчас желто-зеленые. И ровно через год у меня вот эта фишка отрывается передняя. Поэтому купил уже под замену. Вот, обожаю шлепочки. Наконец себе на новый телефон поставил пробу для настройки подсветки. И здесь... Ну, правда, я вот такой вот не пользуюсь. Меня тут, представляете... Оля скинул, короче, видео. Значит, мою вот эту фигню. Вот эту подсветочку показали в каком-то выпуске про... Типа, как не нужно делать... Я не знаю, там было с освещением в квартире, связанное или с чем-то. Или просто с декором. Короче, что вот это очень плохо. Ну, насчет цветной. Полностью поддерживаю. Потому что цветной вообще никогда не пользуюсь. Только для видео показать, потому что прикольно. Обычно у меня примерно... Вот так я вот по вечерам делаю. Как раз подтемняю, как эта взлетно-посадочная полоса. Такая вот синенькая. Фунь. Выглядит вообще бомбезно. О, моя самая любимая. Либо фиолетовая, либо синенькая. Так. О, у нас новая игра для темки. Уна детская. А здесь как называется, оказывается, унио. Унио. Звучит как это. Я хочу. Что-то это, матное какое-то испанское слово. Так вот. Хочу раскрыть тему насчет того, чего же мне нравится такое в андроиде. Вот отчего я прям без ума. Ну, во-первых, когда ты смотришь любое видео на ютюбе, на айфоне, ты постоянно, к примеру, что-то запускаешь, сворачиваешь, у тебя голос идет, а ничего не видно. В андроиде ты можешь... Ну, это и так всем понятно, что ты можешь смотреть видос, и, я не знаю, заходить там, я не знаю, в Сбербанк, в, не знаю, плей-маркет, куда угодно, в интернете серфить. Вот делать чего угодно, реально. Плюс даже, кстати, интересно, если ютюб, да, ты можешь заходить в игрушку, играть в игрушки, при том, у тебя работает видео. Очень круто. Но, это работает не только с ютюбом, вот что мне понравилось, потому что я сейчас в последнее время смотрю до хрена сериалов. Так вот, неважно там, сериал на любом сайте. Я вот смотрю сейчас оранжевый хит сезон, седьмой сезон начал смотреть. Это я сейчас для примера, вот, что сезон включил. К примеру, так у меня с любым фильмом происходит. Ты открываешь в плеере, ну, давай, что-то. К примеру, открываешь, ну, давай, типа, бац, да, что ты будешь делать? Сворачиваешь, и ты, короче, продолжаешь смотреть сериал и пользоваться телефоном. Это просто, это мега-фича. Я не знаю, айфону надо все отрубить за то, что вот здесь это есть, а на iOS этого нету. Это круто. Ребята, это круто, это меня реально поражает. Я, конечно, вот... А, так, где моя любимая игруха? Ты, короче, можешь смотреть сериальчик в любом углу, блин, и играть при этом, это просто потрясающе. А, я радуюсь, как ребенок. Но Android, это, короче, крутяк. И крючка, хоп, закончил смотреть, он реально останавливается, такой разблокируешь, и он у тебя здесь, и он продолжается. Короче, Android, это круто. И вот все-таки, как ни крути, конечно, виджеты, это намного удобнее, когда у тебя, ну, рабочий стол именно с виджетами. И здесь, к примеру, могу сразу... На iOS это есть, но там это находится с буквой, реально это неудобно. А когда на рабочих столах, это очень круто. Ну, сейчас так шириком сделаю, то есть можно сразу, смотрите, в коттедже, к примеру, выключить всю подсветку у меня вот под потолком и здесь. Ну, плюс здесь разные еще сценарии можно сделать, и вот, бац, они сразу все включаются. Это очень круто, когда это делается прям все отсюда. Мне просто нравится всегда, знаешь, ощущать вот эту вот смену, то есть первый день у тебя или второй день, знаешь, такой дискомфорт, что ты, ну, привык к iOS, то есть как бы, ты понимаешь, что это твое, ты здесь работаешь уже, тебе комфортно, и вот прям, реально, первый, второй день, прям жуткий дискомфорт, когда, блин, все по-другому, а потом уже начинаешь, реально, прям, ну, балдеть. Обожаю Android. Прям, ммм, а именно вот Android от Samsung с этой оболочкой One UI. Прям вообще, вау. Посмотрите, что дамы на 8 марта приготовили мне. Это же борщ! И тут с чесночком, ммм, вообще красота. Я еще иду. И такой чесночок, прям, обед чемпионов. Хей-хо! Сейчас все, темку отправили на дневной сон. У меня есть время поснимать. Сейчас буду снимать видео такой чистый вот обзор отдельный про Galaxy Buds Plus. Для чего это нужно? Потому что, ну, как во влоге, да, рассказываешь так больше, ну, народ, наверное, воспринимает, те, кто смотрит, ну, постоянно мои видео, вот. А отдельный обзор выгодно делать, потому что по поиску, по поиску, во-первых, это будет искаться, это будет смотреться, я знаю, там, ближайшие еще года, два-три, плюс всякие магазины подхватывают себе на странице делать, короче, обзоры снимать тоже выгодно. Вот сейчас начну, вот этот объектив поставлю на Сонику свою, штурмовика взял, мне кажется, будет интересно, типа, как-то вот так вот поставишь, что ли? Хотя, блин, штурмовика, это даже не видно. Вот так вот у меня в подсобке стояло, типа, прикольно вроде. Сейчас что-нибудь там изображу на улице. Ну, ладно, все, конечно, погнал. Я знаю, что мне не хватает здесь, мне не хватает здесь штативов, потому что этот штатив я приложу из дома, это мне всегда удобно его с собой таскать, потому что мне тут, вот негде вообще камеру поставить. Все, закончил, сейчас писать про EQG. Ой, EQG, блин, прогулся, бац. Сейчас, наверное, сразу смонтирую. Красивое видео, крутится. Дисплей вот такой вот использую, ну, потому что Соник, она не позволяет этот дисплей самой камеры поворачивать, чтобы себя видеть, что-то там хотя бы снимаешь. Тоже, конечно, место, блин, занимает все. Объективы, вот этот, так, сейчас надо его убрать. Вот и микро у меня, Zoom H5. Вообще универсальная вещь, она, видишь, она и для видео, для подкастов, что хочешь. Сейчас, конечно, все переношу и быстренько, наверное, смонтирую. Может, сейчас прямо и выложу. Ну, что, давайте все, взялись за монтаж. Мы с тем, сейчас хотим мангачи, мангачи кражись ради развлечения. Ну, пойдем там. Погнали. Топ-топ-топ-топ. Мангача? А вот как я там углажную камеру. Да, камушки здесь очень классные. У нас с тюбиком только одна проблема. Участок большой, а товарищ, как говорится, какает вот здесь, вот по углам. Тема, осторожно, там какашки. Так, где наши тут мангачи? Мы сейчас будем не грезь заводить, а мангал просто тем, как пожемки, палочки. Начнем занять, такие здесь мы просто играемся. Так, за ребенком слежу. Здесь уже разгораются угли, сегодня будем делать курочку, картошку, баклажаны, все остальное. Вот Артемий речь. Новости такие, что мне пришлось съездить за новыми углями, потому что остатки первых, там уже, знаешь, такая вот прям, когда шелуха остается, типа как, блин, зала, вообще ни хрена, под ноль. Сейчас нормально съездил, новый засыпал. Здесь у нас остатки клеют, но это мы использовать не будем, это так, чисто мусор, тоже Темка играл, идею прошлой я скинул. Пока это, пока ездил, они успели разогреться до 50 градусов. Супер. Слушный музончик. Курицу уже поставил с картошечкой, еще еще замутил такую штуку с маслом, чесноком и ссорью. Здесь морковка и этот, не баклажан, кабачок, завод называется, кабачок, типа цукини. У нас сейчас под вечер, прям это, целый праздник, все, все на столе, крючка готова. Наконец добрался до стрима, сделал такую синюю обстановку себе, что все синенькое, даже экран синенький. Из того, что у меня нету второго дисплея, получается такая фигня, что мне приходится читать сообщения на телефоне. Вот, как бы без Wi-Fi, все вот как есть в онлайне, читаю сообщения здесь, разговариваю с любнивой здесь, вот, если там что-то показать, то вот здесь открываю. Вообще неудобно без второго монитора, но мне вот тут ставить некуда, надо какой-то прям маленький, наверное, привезти, прям супер маленький, какой-нибудь на 7 дюймов мониторчик, что-то типа такого, чтобы комментарии вводить, чтобы удобно было. Вот, сейчас вечер проведу в интернете. Ребят, вот жесть блогер, смотри, сидишь, общаешься с народом, то есть здесь читаешь, отвечаешь, конечно, здесь не все получается, потому что здесь очень быстро бывают, идут, и вот народ присылает всякие вопросы, донаты. Что? 10 лет назад вообще не мог подумать, что такое возможно, офигеть. Спасибо вам, ребят, большое. Мне тут парень пишет, что здоровый Ирюха, я 3 года смотрел в лог декабрь и ни разу не попал в него, разрешил попасть в зверовлог, мечтаю об этом. ты здесь. Мой постоянный зритель, он, кстати, делает музыку для YouTube, Estudium Production, имейте в виду, у него, кстати, видосы без авторских прав, есть кому нужно, чекайте канал, ну, название вы видели. О, у меня сейчас суперчат, канал Народное Слово, знаю, у меня постоянно тоже смотрят, прислал 379 рублей. Спасибо большое, канал Народное Слово выходит на новый уровень, он прислал 749 рублей, чувак, у тебя уже, блин, оранжевое сообщение, что происходит. Я что-то представляю, сегодня это, прям, расстремился, уже время, сколько там, почти, почти 12, что ли? О, без 5-12, еще стримлю, охренеть, сегодня долгий стрим. Ну, вот, сидим с Народным, общаясь, вот так, в телефончике, а транслирую он туда. Ух, мощно сегодня посидели, что-то я сегодня, прям, расстремился, да, потому что вечером, у нас, что-то все, комнаты заняты, сейчас, посмотреть нечего, даже, sorry, мы сейчас, что-то, какой-то фильм, про 100 вещей, что-то там, начали смотреть, типа, про минималистов, как ребята решили, отказаться от всех своих вещей, и жить без всего этого, вот, сейчас, надо смонтировать этот влог, загрузить его, и пойти спать, чтобы завтра быть с новыми силами. Спасибо, что досмотрели, спасибо, что были на стриме, с вами говоря, пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok